Друзья, Новый год совсем скоро придет к нам, и многие из вас уже задумываются над тем, как украсить свой дом, чтобы это было красиво, празднично, по-новогоднему. Но есть, я знаю, люди, которые приходят в магазин за какими-то украшениями и расстраиваются, потому что вот негде в душе развернуться. Мы поможем вам сегодня решить эту проблему. У нас уже находятся замечательные красавицы в студии, это наши гости. Говорим доброе утро организатору праздников Наталье Довгалюк и декоратору Регине Шиндиковой. Доброе утро, рада вас видеть. Здравствуйте, девочки. Вот вы к нам в студию пришли, сразу появилось такое новогоднее настроение, потому что у нас уже есть украшенная студия. Чуть-чуть. Чуть-чуть украшенная, потому что остальное украшение в студии появится в течение сегодняшнего эфира. Девочки, доброе утро. Ну, расскажите, что вы нам уже сделали, что у нас уже появилось в студии. Мы-то видим, вот просто наши теледелители, наверное, не совсем могут рассмотреть, мы сейчас потихонечку будем показывать. Ну, во-первых, вам большое спасибо, что снова нас пригласили в студию, это уже второй раз. Традиция. Для нас да будет традиция, надеюсь, что будем ее продолжать. Ну, наверное, дальше передам слово декоратору, да. Региночка, рассказывай. Доброе утро. Мы постарались, вот уже украсили вам стойки. Сновная концепция очень простая, декора. Мы постарались использовать максимально доступные элементы, чтобы наш зритель мог повторить это все дома, то есть с детками. Все очень доступно и просто. Материалы, которые мы использовали, это картон, это еловые веточки, новогодние мишура, новогодние аксессуары. То есть все очень просто, доступно, каждый может повторить. По сути, еловые веточки можно взять в лесу, а все остальное можно взять в магазине, и уже там фантазия должна разворачиваться. Да, да, все очень просто, поэтому я думаю, что каждый сможет такое сделать. А вот можно раскрыть секрет или показать каким-то, может, чуть попозже, каким образом эти веточки сплетаются? Вы их там проволочкой соединяете? Ниточками, клеем, чем? Да, проволочками, ниточками и клеем, то есть всем-всем, ну, у вас, чтобы это было надолго, так сказать, чтобы это держалось, поэтому, то есть все... Ну вот сейчас наши зрители увидят эфир по телевизору и подумают, все, нужно завтра украшать дом. С чего нужно начать? Отправиться в магазин, либо вначале составить план, нарисовать, вот что делать? Выбрать пару приятных вечеров вместе с семьей. Первый день, наверное, выйти и закупить материалы, а потом уже вечером за чашкой чая, за просмотром, возможно, вашего телеканала, уже сесть и все собирать, склеивать, делать. То есть для этого нужно просто спланировать время. То есть это, на самом деле, сделать очень легко, вот, нужно просто подготовить материалы и собраться приятной компанией. А стоит ли обращаться за помощью к профессионалам? Либо можно своими силами, своей фантазией что-то сделать, как думаете? Я думаю, что профессионалы скажут, конечно, нужно обращаться к профессионалам, да. Здесь все зависит от масштабов, на самом деле. На самом деле, это очень масштабно, требует очень много времени, людей, а для семейного декора достаточно будет семьи, одного вечера, возможно, двух, то есть, как бы, поэтому... Наташа Регина, нам всем, конечно, интересно и любопытно, безумно, что в нашей студии изменится, что появится в студии. Конечно, мы в конце программы это все увидим, но вот в двух словах, что вы будете еще делать в этой студии в ближайшие три часа? Ну, мы украсим основные ваши локации, то есть это стол, полки мы уже украсили, и также локация, вот, еще одна ваша, да, то есть там будет елочка, немножко необычная, то есть не такая, как мы привыкли ее видеть, вот, но в конце программы, я думаю, наши гости увидят. Мне бы очень хотелось помочь вам в какой-нибудь момент, но мы будем работать, будем заняты. Надежда Сергеевна, у вас будет возможность, если вы будете не очень заняты. То есть, если мы будем украшать елку, можно я хотя бы одну игрушечку повешу? Конечно. Ой, замечательно, как. Скажите еще, знаете, какой вопрос? 2018 год, это год желтой собаки, стоит ли опираться на это, выбирая декор или нет? Ну, конечно, каждый год мы опираемся на какие-то символы, то есть это может быть классика использования, да, классики, то есть в декоре, ну, или также вот согласно символу. Год собаки, 2018 предполагает использование зеленых, коричневых и таких песочных тонов, то есть цвета природы или эко-стиль. Вот, по сервировке стола, то есть это белоснежная скатерть, например, то есть зеленые веточки еловые. Говорим, желтая собака, а у нас там еловые, желтого что-то нет, белого, элого. Это акцент, это акцент. То есть мы не можем все делать желтым, потому что это песочная собака, нам нужно делать желтые акценты. Ну, можно завести желтую собаку дома. Можно, да, придержи. А вот скажите, а нужно обращать внимание как раз-таки на те самые фигурки, статуэтки собак, которые сейчас массово продаются в магазинах? Нужно ли это покупать или нет? Я всегда обращаю внимание на мелочи, на статуэтки, потому что, ну, в принципе, то есть весь декор, он создается из каких-то акцентов. Почему бы и нет, почему бы не сделать акцент, то есть... Ну, тогда я предлагаю вот долго не разговаривать. Работы у нас еще много, девочки. Мы тогда отдаем в ваши руки нашу студию, вы занимаетесь украшением ее, а мы с большим удовольствием вам скажем спасибо. Спасибо. Выражаю благодарность, дорогие друзья, команде «Ателье свадеб» и ее ивенты, вам лично, огромное вам спасибо. Уверены, что ваша работа не ставит равнодушными никого из наших телезрителей, уж тем более нас, нам будет приятно находиться. Мне уже не терпится посмотреть, что же получится, Лея. Скоро увидим. А мы потихонечку завершаем украшать нашу студию. Наталья и Регина вместе с нами и даже разрешили мне нарядить елку и повесить один шар. Я могу выбрать любой, а вы пока расскажите вот об украшениях стола праздничного. Мы с вами сегодня в начале эфира говорили чуть-чуть, что тарелки должны быть белоснежными, с золотой каймой и белая скатерть. Что еще должно быть в этом году? Ну вот как раз мы подготовили такую новогоднюю композицию. Использовали еловые веточки, шишечки, палочки карицы, новогодние игрушки, мишура. То есть все то, что доступно всем, то есть каждый может использовать. Да, дорогому зрителю главное позаботиться не только у нас об оливье, а также о декоре новогоднего стола. То есть вот это как идея, идея оформления, украшения. Хочется, да, чтобы аромат ели присутствовал еще тоже на новогоднем столе, потому что у нас, конечно, всегда очень много закусок, очень много сил у хозяйки уходит на приготовление праздничного стола. Хочется, чтобы они не забыли о декоре, поэтому об этом нужно подумать заранее. И всей семьей сесть вечером, сделать какой-то красивый композицию. А магдаринки сюда? Я уже повесила игрушечку, вот моя красивая. Ты тоже повесь, Глеб, что-нибудь. Давай, вот это сердечко повесь. Сейчас. Вот, Глеб сейчас делает ответственную миссию, выполняет. А как оно цепляет? Как тебе нравится, так и приделывай. Маленькие гвоздики здесь. Маленькие гвоздики. Но елка мне очень нравится, она, правда, пахнет деревом. Такой вот уют какой-то создается, все-таки, благодаря таким натуральным материалам. А вот это? Это к твоему платью подходит? Это к моему платью подходит. Ой, как замечательно. У нас студия заиграла совсем другими красками. Глеб, посмотри. Мне очень нравятся звезды, мне очень нравится это огромное количество подарков. Еловые веточки. И скажите, вот, кстати, по поводу еловых веток, можно же комбинировать? Вот я вижу, есть натуральные и есть искусственные. Либо все должно быть натуральное, либо все искусственное. Да, можно комбинировать. И вообще, если смотреть из веточек, то дольше будет стоять веточка пихты или сосны. Еле она больше сыпется, а вот пихта или сосну вполне можно себе использовать на столе праздничном. И больше аромата, мне кажется, от нее как-то. Ну, она пушистая такая, да, более ароматная, особенно пихта. И вот она нарядная, пушистая, на праздник к нам пришла. А теперь у нас тоже праздник в студии. Спасибо вам, девчонки, огромное. Мы с большим удовольствием говорим спасибо нашим сегодняшним чудесницам. Это организатору праздников Натане Довголюк и декоратору Регине Шитковской. Ну и отдельная благодарность у нас для компании «Ателье свадеб» и ее ивент. Девочки, спасибо вам большое. Спасибо вам. Будем встречаться чаще.